здравствуйте его суша могу с анну валерина слушать я представлю салете вадимовну новикова сотрудник компании мкк деньги разговор записывается дел изыскания вы анна валерина верно нас очень плохо слышно да да анна валерьевна яда замечательно на протяжке находится длительное время 54 дня сама небольшая 8 748 на сегодняшний день скажите о чем сложность решить вопрос нет никакой сложности кстати кто связывается компаниям к к деньги я хотел бы всех предупредить то сначала они направляют повестку эту фальшивую а потом направляют своим заемщикам постановление о возбуждении уголовного дела естественно но липовые бланк взяли правильный но когда они пишут следователь с о мвд россии то есть министерство на разговаривать поэтому не пугайтесь а вот если вы получите такое постановление о возбуждении уголовного дела из города москва это вот эта компания редко попадают говорят подобным образом себя ведут во доброго звонок уставком банка меня зовут петра виктория ивановна елена иловна хорошо меня слышно хорошо по вашему договору карта холла восточных которые вы приобретали девятнадцатом году документы были переданы в судебный отдел так как вы нарушаете условия договора и шестьдесят семь дней находитесь на просрочной задолженности сейчас вам банк выставляет требования если все-таки намеренный вопрос банком урегулировать ему ко мне службы к нам мере безопасности не приехал уж обещали вам вы с необходимым да я требую требуете на свои слова отвечать или это судебное уведомление не знаю с какой целью вы обещали направить в течение недели обещали это обычно службы экономической безопасности но у нас назначают для вручения досудебного уведомления получается вы в суд не собираетесь на данный момент сейчас мы вас предупреждаем что банк готов передать документы в суд и имеет право что вас останавливать условия договора елена иловна но мы работаем во первых для своих клиентов и поэтому предлагаем вам вопрос банком урегулировать именно в судебном порядке мы хотим понять что у вас произошло что вы перестали своевременно оплату а если поймете задолженность снизится у меня нет елена иловна просмотрим частичный способ оплаты а так сумма не уменьшится да естественно когда деньги банка брали и тратили на что тратили да что то да да было потратить теперь уже не понимаю вы намерены вопрос банком то урегулировать ну если я требую службы экономической безопасности значит не намерена а что вам службы экономической безопасности что вы лично так скращали этой службой ну это ведь это было под запись разговора а сейчас я вам поясню только с вами уже не службы экономической безопасности будет беседовать понимаете вам службы экономической безопасности сказали потому что вы конструктивный диалог не умеете а я же говорю пугалки да а сейчас я вам поясню граждане дорогие пугалки ну кто еще сомневается пугают или нет вот она вам подтвердила пугают монолог не нужно вести вам достаточно сказали сейчас я говорю после решения суда начинают работать судебные прессы исполнителей и они начинают работать после решения суда понимаете да если бы вы знали поверьте вы никогда бы не довели до того чтобы документы были переданы я знаю потому что вы должны понимать что начнут они работать по адресу регистрации фактического местопроживания через реализацию бытовой а я уже подготовил башкирский мед вкуснейший мед ни разу в жизни такой не ела теперь попробовал спасибо кто мне его прислал ой это вообще-то это сказали о чем вы ведете вообще речь башкирский мед да почему тут вообще это поверьте когда они приедут и реализуют все что имеется по адресу регистрации сомневаюсь что вы будете так общаться да право приехать по адресу регистрации не только опять же если вы понимаете что возможно исполнять это производство сумма достаточно серьезная но значит не надо на виду оставлять компьютеры ноутбуки дорогие телевизоры это это вот это первое что интересует приставов этого не должно быть если вы не успели это убрать и приврать и нет документов на это имущество знаете это имущество не должно стоять на виду прям никак не должно право приставов производить осмотр только того что он видит поверхностный если полезли я говорил уже полезли по шкафам карманом по диванам это уже превышение полномочий со стороны пристава приход я понимаю диалог с вами прекращали левина и ловна это не обыдь не обыдь не имеет права лазить куда нельзя подготавливайтесь к принудительной разыскания ой хватит балаболка сама доказала что вы балаболки совкомбанковский алло алло верно да меня зовут вершинина елена евгеньевна компания экспресс money точка ком ваш договор займов ведь находится на просроченной задолженности дата окончания у вас была 1 июля сумма долга составляет 4380 рублей по какой причине не оплачивается с какой целью интересуетесь в смысле с какой целью интересует почему вы не оплачиваете требования кредитора решить вопрос в течение 24 часов внести вашу задолженность или почему вы не оплачиваете вас больше всего интересует анна валерьевна по какой причине вы не оплатили вовремя какой цели интересуетесь на основании базового стандартно утвержденного центробанка мы обязаны уточнять какой почему наши клиенты для вас они для меня да она валерьевна на основании статьи 810 пункт 1 гражданского кодекса российской федерации должна вам напомнить что ваш договор займа это официальный документ где четко указано что вы как заемщик обязаны были возвратить кредитору полученную сумму займа сроки порядке который предусмотрен вашим договором заемщик обязан отвечать на вопрос почему вы не оплачиваете почему мы не оплатили анна валерьевна получается что ни один нормативный правовой акт не обязывает меня отвечать на данный вопрос да вы договор то есть вы читали что обязаны возвратить через были за должность установленную вашим договором то есть это первое число 1 июля сегодня у нас 2 июля числа анна валерьевна до завтрашнего дня вам нужно решить вопрос в добровольном порядке стабильных последствий когда я могу проверить от вас оплату анна валерьевна когда я могу проверить от вас оплату сегодня или завтра минуту проверять я же не могу ограничить ваши права и свободу вас а то есть вы денежные средства в какую целью взяли а чтобы потратить их замечательно потратили то есть возвращать вы не намерены я правильно понимаю не намеренно а не намеренно то есть взяли еще один вопрос почему я возвращаю анна валерьевна взяли денежные средства с целью невозврата верно Целью потратить. Как может быть целью не возвратить? Потратить? А сейчас вы мне говорите, что не намерены их возвращать. По-моему, вы заблудились. Цель-то была одна, потратить. А вы что, Анна Валерьевна? Конечно. Ну, разговоры наши фиксируются, поэтому я не заблудилась. А на основании статьи 810, пункт 5, вам нравится статья, да? А, простите, статьи 310. Анна Валерьевна, вы не имеете права на стороннем порядке изменять условия договора займа. Да, конечно, не имею. А почему вы их изменяете? Почему деньги соответственно не возвращаются? Да, значит, не имею. А я сделала. Все наоборот. Анна Валерьевна, вы можете бесконечно вести таким образом диалог, ситуацию не поменяется. Посиди тем, что у вас ежедневно начисляются проценты. Под 1%. Анна Валерьевна, у вас сумма только растет. Полутора кратно, не более. Конечно, конечно. Анна Валерьевна, ну то есть вы не намерены в добровольном порядке решать вопрос к ледиторам? Я правильно вас понимаю? Правильно. Не намерена. Тогда давайте будем фиксировать отказ от возврата денежных средств и желаний на финансовый ущерб. Да, конечно, под запись телефонных переговоров нужно произнести следующее. Я фамилия, имя, отчество называю. А это нормативно, правом акции? Каким регулируешься? А не смешно? Анна Валерьевна, абсолютно не смешно. Далее, говорите фамилия, имя, отчество. Я отказываюсь от выполнения взятых на себя обязательств для компании президента. Осознаю, что своим отказом нарушаю условия подписанного договора и законодательства Российской Федерации. Я слушаю. Ну все, я все зафиксировала, что вы там нарушитель законодательства. Так что вы зафиксировали? Я-то не зафиксировала, Анна Валерьевна. Не зафиксировала? Анна Валерьевна, я-то не зафиксировала. Придешь домой, дай мамке послушать. Какая-то нарушительница. Анна Валерьевна, вы вроде женщина взрослая, себя ведете таким образом. Я думаю, что вы тоже взрослая, оказывается, у вас детство в жопе играет. Анна Валерьевна, я вас слушаю. Да еще давайте с ней повторяйте. Вы тем разговоры не меняете, давайте поговорим о вашей задолженности. Анна Валерьевна, давайте поговорим. Сначала. Вы же сказали, что отказывайте от выполнения взятых на себя обязательств. Вы сказали, что произнесете. Давайте произносите Анна Валерьевна. Нет, я-то не произнесли ничего. Я не зафиксировала. Вы старались с такой тараторкой, что-то произносить. Угу. Анна Валерьевна, я слушаю. Это буду произносить, кто себя не уважает. Это я себя уважаю. Это денежный средств. Не уговаривай меня. И желание нанести. Умывайся, говорите, я тебя приходи. Произвини. Анна Валерьевна. Очестенела, по-моему, от жары. Извинено, я извинено наехала. А вы следите, разговоры наши все фиксируются. У каждого фиксируются, я думаю, чтобы поднять вопросы, которые будут слушать. А на отношении выездной группы для личной беседы, город Телябинск, улица Марина. То, что вы себя сейчас ведете, ситуация не поменялась, она просто загубляется. Давай, группа направляйся. Денежное средство мы все равно свои вернем. В ваших интересах этот вопрос решить в течение 24 часов. Я думаю, вы женщина разумная, примите правильное решение. Всего доброго, до свидания. Была бы ни разу... Иванна Валерьевна. Иванна Валерьевна. Компания МБФ, специалист Геликова Юта Викторовна ведется запись разговора. Иванна Валерьевна, звоним по поводу зараженности в компании MoneyMan. Вам Анна Валерьевна и Жанна Валерьевна. Анна Валерьевна. Анна Валерьевна. Это вы, правильно ли, поняла? Да, правильно, просто немножко недоступить. Задолженность в MoneyMan, 66 дней просрочки, 52 тысячи 950 рублей, сумма задолженности. И кредитом требует оплату в течение месяца. Он не требует, он в каждом день потребует. Платить всем, они все требуют, не поверишь. А зачем вы набирали столько? Ну, чтобы они требовали. Зачем вам заниматься-то? Вы где будете работать? А возвращать не собирались, да? Ты артистка. Я тебе работаю безпечиваю. Место спасибо, она что-то недовольство проявляет. Так вы за меня не переживаете. Как не переживать, кто тебе без образования еще работать возьмет куда? Куда ты устроишься? Это вы про себя сейчас не разговариваете? В образовании нет. У меня уже нет. У меня ему предостаточно. Пойдешь. Ага, как может быть образование предостаточно? Все, что же не надо учиться? Сейчас вы держите сказку, и все, вернешься на панель. Интересно. Что дальше с тобой? Это вы там работали? Вы везут тебя куда-нибудь в лес. Это вы там работали, да? Неизвестно, что с тобой сделают. Сейчас он в тепле сидит, и муки-нибудь не кусают тебя. А чего это меня куда-то должны вывезти? Да потому что у тебя судьба-то одна. Ты бы о финансу уволят, пойдешь на панель. Как нет? Ну как нет? Откуда подобрали, туда и вернешься. Вы, видимо, там работали, раз знаете, да, как это вообще все происходит? Я знаю, откуда тебя привели. Отмыли, накормили, приютили. Да, вы что? Да, у меня все прекрасно было, есть и люди. А в аппетите, видимо, от вас, что вам приходится так хамить и грубить, доивить, да? Ты поняла, как надо взаимодействие начинать? И спросить микрофинансовых организаций. Спасибо вам большое. Как мне? Да, вы что? Нет, мне вам спасибо не за что говорить. Абсолютно. Ну, видишь, а там вспомнишь мои слова. Вспомнишь. Знаешь, что мне вспоминать? Ну как что? Знаешь, что мне вспоминать, Савин? Не будет должников. Куда тебя возьмут? В Эверест? Ну, в Эверест тоже, там хорошего ничего не будет, значит, сопьешься. Это... Это вас, это только трудно. Значит, сопьешься, значит, везде уже поработали, да? Везде уже поработали, практику свою мне рассказываете, да, в жизни. Мне она в жизни неинтересна абсолютно. Какие вот сотрудники, в принципе, в принципе... Краса, ты нормальная была в Эверест финансах, что ты началась, что ты завелась? Ну, потрясающе. Я-то и нормальная, у меня есть-то все хорошо. Я только и на старинку. Что у тебя хорошего-то? Ну что у тебя хорошего? Тебе достался стул, стол, казенный компьютер. Что мне переживать? Ну и что хорошего у тебя? Даже гарнитур за свои деньги покупаете. Хорошо у тебя, вообще великолепно. Что? Да, и все. Я, в принципе, на работу себе ничего не покупаю абсолютно. Не-не-не, хоть даже ничего. Понятно, моя компания обеспечивает. А вот вам приходится просить микрофинансовую организацию. И молоко дает в конце месяца за вредность. Просить приходится, да, 30 тысяч? А ты 30-то хоть зарабатываешь, нет? Значит так. Это как вы знаете? Ну, я могу сказать и побольше зарабатывать. И побольше даже. Да. Вы там прям богатчики-богатчики, да? Гораздо больше. Конечно. Конечно. Я чем больше разговариваю, не буду. Слушай, я сейчас не завидовать начну. Не приведи глаза. Пожалуйста. Вам устроить. Пожалуйста. Такие миллионы-то хребать как раз. Так как залки, вернете, так и будет. И сразу возьмут, да? Ну все. Значит так. Отказ от оплаты. Значит, подожди. Оборвели займ в среднем. Подожди, стоит, наверное, оплатить. Я фиксирую. Как ты думаешь? Может оплатить и на работу к вам? Хорошо. Пожалуйста. Пожалуйста. Да. А ты мне там это, похлопочешь? Доступ. Что похлопотать? Слушай, какие-то мне кредиторы обещали характеристику написать, не помню. Они написали характеристику мне. Какую характеристику. И все, я тоже богачка. Да? Алло, алло. По поводу. Словечко я должна запомнить-то. Ну как, мы почти с тобой сдружились же. Нет? Ну, по поводу я что должна запомнить. Что меня на работу приняли? Так придешь, скажешь, долги на оплатила. Беладров. А я не отел Беладров. Ты все ее хорошо уйдешь. Не, не сможешь. Значит, отказ-то оплаты я фиксирую. Проживайте в Челябинск-Мартинка. Нет, на нее расширство. Она вон как со мной жестоко поступила. Ну как я с вами жестоко поступила? Ну я думаю, ты там замолвил словечек меня возьмут. Только исходя из вас. Хотя бы помощником коллектора. Есть такая должность? Помощность? Сразу на должность коллектора, конечно, невозможно. Может, где-то и есть, а может, где-то и нет. Это я поменять и не имею. Это вам нам везут труда? Или у вас там разряды? Зачните, есть где-то такие должности, либо нет. Значит, отказ зафиксировано на выставе инспектора. Время сроки. Время подает. Вот. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok